Добрый день, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Итак, спустя год мы снова вернулись на это место, и это значит, что мы сегодня поговорим про Лигу Чемпионов. Итак, сегодня ночью танцует групповой этап Лиги Чемпионов. Итак, мы сегодня поговорим обо всех группах и о том, кто все-таки может выиграть этот знаменательный турнир в этом году. Итак, в прошлом году мы, Максим, я и Святослав, все-таки делали какие-то свои прогнозы на групповой этап Лиги Чемпионов прошлого сезона, кто станет обладателем Лиги Чемпионов, ну и немножко поговорили про российские клубы в Еврокубках. Итак, в этом году у нас все та же история, мы делаем свои прогнозы, не стоит в них прям так досконально обверяться, это просто наше мнение. Итак, давайте поговорим про еще один регламент. Как вы помните, мы делали наши прогнозы на наказание, которое также у нас вышло после того, как получился финал в Лиге Чемпионов, который в этом году победил Ливерпуль в финале Тоттенхэм со счетом 2-0. Итак, победил в прошлом году я, набрав, не помню уже на сколько баллов, но больше, чем Максим на 4 и больше, чем Святослав на 2. Так что я занял первое место, Святослав у нас посередине, он получил 2 удара мячом по жопе, и Максим получил от меня 4 и от Святослава 2. Итак, в этом году у нас все та же система, мы будем после финала Лиги Чемпионов пробивать также по жопе мячом, и давайте теперь поговорим уже про регламент. Итак, мы все втроем предугадываем групповой этап Лиги Чемпионов. Мы выстроили в том порядке группы и команды, в каком порядке мы думаем они выйдут. Итак, если мы угадываем любой клуб, который выходит и занимает определенную строчку, мы получаем за это всего лишь 1 балл. Это самое минимальное значение. 2 балла мы можем получить в том случае, если мы угадали российский клуб, например, этот «Зенит» и «Локомотив» в Лиге Чемпионов в этом году. 3 балла мы получаем за то, что предугадываем, какую стадию, на какой стадии вылетит или дойдет до этой стадии российский клуб. 4 очка – это новое введение мы решили в этом году сделать. Предугадываем победителей Лиги Европы. В прошлом году это стало «Лондонская Челка», обыграть финале «Лондонский Арсенал». И также 5 очков получаем мы за то, что если угадаем, победители Лиги Чемпионов. Ну что же, давайте начнем. Сегодня на этом телевизоре вы будете видеть группы, которые мы распределили. Ну и немножко вы послушаете, наверное, все-таки мое мнение, потому что ребята только выстроили по своему мнению группы, но мнения их вы, к сожалению, не услышите. Так что поговорим обобщенно об этих группах. Ну что же, сейчас на ваших экранах вы видите все группы Лиги Чемпионов в этом сезоне. И начнем мы, пожалуй, с группы А, в которой у нас находятся ПСЖ, Мадридский Реал, Брюги и Галата-Сарай. Ну что же, начнем, пожалуй, с ПСЖ. Вы также видите на своих экранах, как мы их распределили. Буква А обозначает «Я», какие выбирал на каких позициях, я думаю, они закончат. Буква М – это Максим, и буква С – это Святослав. Итак, по моему мнению, все-таки группа будет распределена так. ПСЖ, Реал, Галата-Сарай и Брюги. Все-таки я считаю, что Галата-Сарай должен как-то получше себя показать. Это один из лидеров турецкой лиги и хоть что-то, но в Лиге Европе, мне кажется, они должны пройти. У Максима немножко другая история. Он хочет все-таки и думать, что Мадридский Реал займет в этой группе первое место. Дальше идет ПСЖ, Брюги и Галата-Сарай. И такая же практическая ситуация только у Святослава. Кажется, что все-таки Галата-Сарай займет третью строчку, Мадридский Реал – первую, ПСЖ – вторую и Брюги – четвертую строчку. Почему я выбрал, что именно ПСЖ должен занять первую строчку? Потому что они собирают так же состав, абсолютно новый, новые лица и совсем еще не сыгранные. Так же, как и у Мадридского Реала появился Эде Назар, Лука Йович. Эти игроки должны все-таки еще действительно сыграться. И мне кажется, в первом же сезоне не получится тот нужный результат, который ждет этих поддержек и руководства. Поэтому я думаю, что все-таки вторую строчку Мадридский Реал займет в группе. Ну и дальше все-таки все-таки верю, что Мадридский Реал пройдет из группы дальше. Ну что же, теперь мы переходим к группе Б. Здесь у нас Бавария Тоттенхем, Олимпиакорск и Сервена Звезда. Ну что же, абсолютно все, я, Максим и Святослав, решили, что Бавария Тоттенхем обязаны просто из этой группы выходить. Но у всех по-разному немножко складывается впечатление, какие строчки должны занимать. Итак, я считаю, что все-таки Бавария займет первую строчку. Все-таки они не сильно пытаются побороть себя в Лиге Чемпионов. Они в групповом этапе на расслабоне могут все проходить, но уже в раунде плей-оффа они начинают получать определенные проблемы как составом, так и по игре. Но я все-таки считаю, что Бавария должна занять первую строчку, хоть и в группе у них финалисты Лиги Чемпионов. Тоттенхем, мне кажется, такая же ситуация, как с ПСЖ и с Реалом. Они покупали много игроков. Это Домбеле у них появился. Теперь это хороший полузащитник, который ушел из Леона. Мы про Леон тоже немножко позже поговорим. Так что мне все-таки кажется, что у Тоттенхема должен быть еще тот запал. И действительно могут они побороться даже за первую строчку, но я все-таки думаю, что они выйдут за второй. Олимпиакос на третьей строчке и на четвертой Сервена Звезда. Мы втроем не знаем, как играет Олимпиакос, как Сервена Звезда. Не следим за их чемпионатами. Поэтому просто так и решили оставить Олимпиакос на третьей строчке. Все втроем единогласно. И Сервену Звезду на четвертой. Но вот мы с Максимом все-таки единогласно пришли к такому мнению, что Бавария займет первую строчку, а Тоттенхем вторую. Но в этом плане Фитофакт немножко от нас отличился и решает все-таки, что финалист Лиги Чемпионов прошлого сезона Тоттенхем займет первую строчку. Итак, переходим мы сейчас в группе С, где Манчетти, Сити, Шахтер, Динамо, Загреб и Аталанта. Интересное все-таки распределение, тем более, что Аталанта попала в четвертую картину. Хотя она не чуть слабее, мне кажется, будет все-таки украинского Шахтера. Итак, по моему мнению, Манчестер Сити займет первую строчку, все-таки обладатель Чемпионата Англии. Но, к сожалению, в прошлом сезоне они не смогли взять Требл. Выдели в четвертьфинале от Тоттенхема, но борьба все-таки у них действительно была. Итак, на первую строчку у меня Манчестер Сити, на второй все-таки решаюсь поставить Аталанту, потому что это действительно, это та команда, которая взлетела в чемпионате Италии. От Ювентуса никто ничего так сильного и не ожидал. Они, понятно, что каждый год они будут выигрывать чемпионаты Италии, но все-таки было действительно интересно посмотреть, кто выйдет в Лигу чемпионов из чемпионата Италии. И вот Аталанта туда пробилась. Итак, на второй строчке у меня Аталанта, на третий все-таки ставлю Шахтер, потому что Шахтер каждый год пытается пробиваться в раунд плей-офф лиги чемпионов. И это понятно, что неплохие там призы виды, что на второй строчке, если выходить из группы, будут добавлены. И Шахтер уже несколько сезонов попадает на Манчестер Сити, и это будет снова интересно посмотреть. Но мне все-таки кажется, что больше шансов у Шахтера в временем именно в Лиге Европы, поэтому я решаю их отправить на третью строчку, но Динамо Загреб на четвертую. У Максима абсолютно немножко другая ситуация. Манчестер Сити мы видим, что все втроем мы решили, что займет первую строчку, но Максим все-таки решает, что вторую займут украинский Шахтер, донецкий Шахтер, и третью все-таки займет итальянская Аталанта. Но у нас, кстати, там здесь одинаковое мнение, что Аталанта должна дать бой Шахтеру и все-таки выйти для себя в исторический раунд плей-офф. Не знаю, действительно, играли ли Аталанта раньше в раунде плей-офф или в Лиге Чемпионов, но все-таки давно мы их там не видели. Так что мне кажется, это будет интересно посмотреть на игру Аталанты и Шахтера. Итак, группа D у нас Ювентус, Атлетико, Байер и Локомотив. Первый российский клуб, который сейчас у нас будет на обсуждении, и так попал, он действительно в группу смерти. Для именно российских болельщиков мы можем сказать, что это группа смерти, но группа смерти там чуть-чуть попозже будет для реально мировых именно болельщиков, а не только для российских. Итак, мы единогласно приняли решение, что Ювентус все-таки должен занять первую строчку. У них Крещано Роналдо, который, кстати, в этом году, в 2020, получил небольшой даунгрейд в один рейтинг, поэтому у него теперь 93-й, но все-таки Ювентус должен первую строчку занимать, хоть и в группе попал ему Атлетико, который они в прошлом сезоне в 1-8 прошли, но все-таки мы помним, что 2-0 Атлетико обыграла Ювентус, и тогда у всех было подозрение, что Крещано Роналдо может сразу же вылететь вместе с Ювентусом, но мы решили, что Ювентус обязан занимать первую строчку и доходить до, наконец-то, финала, может ли даже стать обладателем Лиги Чемпионов вместе с Крещано Роналдо, и Роналд должен доказать, что не только с мадридским Реалом и Зиданом он мог выиграть 3 Лиги Чемпионов подряд. Итак, начнем теперь говорить мы про вторую строчку, как я думаю, это будет Атлетико Мандрид, также со мной согласен Максим, в ходе ушел оттуда Гризман, все равно должны какие-то силы остаться, Диего Семенов должен все-таки настроить команду, и они замечательно играют уже без Антлана Гризмана, но с Жоу Феликсом, мне кажется, это будет отличный игрок в Атлетико, и тем более в Лиге Чемпионов, что у него тоже будет интересно посмотреть, но Сетоплав думает, что Атлетико займет третью строчку и попадет в Лигу Европы, и тогда, естественно, Шороку бы навел Атлетико, если бы попал снова в Лигу Европы, как было два года назад, когда Атлетико выиграли Лигу Европы. Итак, теперь мы приходим к Байеру, я считаю, что все-таки Байер займет третью строчку и попадет в Лигу Европы, Максим и Сетоплав вообще считают аутсайдером именно этой группы это Байер, я так не считаю, простят меня все болельщики Локомотива, но я считаю, что все-таки Локомотив займет четвертую строчку и просто выйдет из Еврокубков, и не будет матчей в Еврокубках у Локомотива весной. Объясню, почему я действительно думал, что Локомотив мог в прошлом году, кто не видел этот ролик, ссылка будет в описании, когда мы в прошлом году делали такой же обзор на Лигу Чемпионов, прогнозы свои делали, и я действительно поставил на высокое место, если не ошибаюсь, на второе, даже поставил Локомотив или на первое, и он просто вылетел из Лиги Чемпионов, хотя там были шальки, если не ошибаюсь, дело-то сарай тоже, но группа действительно была равна, но почему-то все-таки Локомотив не смог пройти и вылетел, поэтому я теперь настроен на то, что Локомотив тоже имеет четвертую строчку, хотя у них замечательный состав, братья Меранчуки отлично сыгрались, теперь и помогают Локомотиву, и тем более очень много в Локомотиве есть тех лидеров, которых так не хватало в прошлом сезоне. Итак, Светопак считает, что вообще Локомотив займет вторую строчку, поэтому он и поставил Атлетика на третью, а Байер на вылет. Ну а Максим считает, что Локомотив хотя бы займет третью строчку, и нам действительно это будет плюс, плюс, что российские клубы в ней вылетят, и Еврокубы хотя бы могут в Либу Европу попасть, потому что у нас там небольшой фирш немного отстают от нас португальцев, с системой коэффициентов, и очень неохота, чтобы они нас обгоняли, иначе мы потеряем две прямые путевки в Лиге Чемпионов. Ну что же, переходим мы теперь к группе Е. Итак, единогласным решением мы поставили Ливерпуль и Наполи на первые две позиции, и это действительно Ливерпуль уже играл с Наполи в прошлом сезоне, но тогда у них в группе был еще и ПСЖ, в этом году чуть-чуть все поспокойнее, и в этой группе, мне кажется, интереснее будет наблюдать, кто попадет в Либу Европу. Я считаю, все-таки австрийский Рейдбуль Зальцбург не попадет в Либу Европу, попадет именно Генг, но Максим сам считает обратное, и ставит все-таки австрийский клуб на выход в Либу Европу из третьей строчки. Но так вы все видите на своих экранах, наше мнение. Вот мы и подошли к группе Смертью, мне действительно здесь будет интересно наблюдать. Потому что Барселону мы поставили единогласным на первую строчку, ну а дальше уже пошли, естественно, разногласия. Я поставил все-таки Дорфундскую Боруссию, как и светофад, на вторую строчку. Я считаю, что все-таки действительно Боруссия могла взять чемпионство в прошлом сезоне, но, к сожалению, во второй половине чемпионата они потеряли уже тот задел, который у них был, и пропустили вперед Баварию, которая могла проиграть в чемпионате и занять вторую строчку. Но все-таки заняли, они первые стали чемпионами, но все-таки, мне кажется, Боруссия. Это будет интересно посмотреть в этой группе за борьбу, именно за вторую строчку между Боруссией и Интером. Но не будем забывать про Барселону, она тоже не очень важна начала этот сезон, но мы все-таки решили ее поставить на первую строчку. Максим считает, что Интер все-таки займет вторую строчку, где Антонио Конте, где Алексей Санчес, где Ромео Лукако собирается абсолютно новый состав у Интера, и который, мне кажется, должен дать еще и бой в чемпионате Италии. Ну и единогласно решили Славию просто слить из группы. Итак, группа G и снова российский клуб, за который болею я, за который болеет Максим. Это Зениса. Я решил все-таки смотреть на эту группу объективно, и Максим с Славом поставили Зенис на первую строчку, что было для меня действительно замечательно. Зенис наконец-то вернулся в Лигу Чемпионов. Спустя, если я не ошибаюсь, три года они играли в Лиге Европы. И помню тот матч, когда, между прочим, и тот год, когда Зенис в последний раз участвовал в Лиге Чемпионов, и тогда он тоже играл в группе с Леоном, и тогда еще и Копенгаген был у них в группе, если я не ошибаюсь. Не помню, я давно действительно уже Зенит играл в Лиге Чемпионов, и тогда мы заняли первую строчку в группе, но вышли на Бенфику в 1-8, и, к сожалению, им проиграли. Но Максим с Славом решают на первую строчку поставить Зенит. Я все-таки думаю, что займет Зенит вторую строчку. Первую, мне кажется, займет Леон. Никто из Максима с Славом не считает, что Леон вообще выйдет в следующий раунд. Лиге Чемпионов с Славом решает, что Леон займет третью строчку и победит в Лиге Европы, а Максим вообще считает, что Леон должен вылететь из Лиги Чемпионов, и из Лиги Европы, и Еврокубков, и, видать, в этом сезоне. Ну и действительно, это оправдано, что я ставлю Леон на первую строчку, Максим стоит на четвертую, и каждый может обосновать свой ответ. Обоснусь сейчас, наверное, решение все-таки Максима. Потерял Леон Фикира, который ушел в Реал Беттик, потерял Леон Домбиле, который ушел в Тоттенцем. Минди потеряли левого защитника, который перешел в Реал. И действительно, очень много ключевых игроков Леон потерял. Но все-таки я верю, что французский клуб может попадаться. И на самом деле, интересно будет, во-первых, посмотреть на Лигу Чемпионов на Крестовском, на стадионе Газпром-Арена. Там действительно будет праздник, эти три замечательных матча. Мне кажется, на всех будет аншлаг. Вторую строчку я оставляю за Зенитом, но вторую строчку Максим еще застал, где нагласно дают РБ Лейпцигу, который два года назад Зенит выбил, если не ошибаюсь, в одной восьмой, либо в одной четвертой. Лиги Европы, но и тогда там действительно Тимо Вернол просто разрывал. Да он и сейчас разрывает, никуда не ушел, ни в Баварию, ни в Реал. И будет, наверное, также огорчать болельщиков сам Стергушку из Нита, чего не хотелось бы. Насчет Леона, как я и сказал, что Дота ставит его на третью строчку. Максим считает, что он вылетит. Ну и Бенфика, я считаю, вместе с самым, что она просто вылетает. Ну а Максим ставит ее на третью строчку. Итак, группа Аш. И тут у нас лондонская Челси. Попали они в группу только из-за того, что выиграли Лигу Европы. И давайте на это все-таки мы посмотрим. Я считаю, что Челси, как и Максим, мы с ним считаем, что Челси займут первую строчку. Стергушку так не думает, что Челси должен снова идти в Лигу Европы. Почему? Тоже могу объяснить, почему Стергушку так считает. Вышло, кто не знал, демо-версия, фишу 20, 10-го числа. И уже можно было там поиграть за Челси. Действительно, я посмотрел на состав Челси. Сейчас не так особо интересуюсь за Челси. Больше мне все-таки был интересен Манчестер Юнайтед. Хоть раньше интересовали именно эти обе команды, но все, теперь нету Челси. Эдена Азара. Там остался только один ключевой игрок. Это Канте. Все. Нападение у них Виллиан, Педра и Жиру. Но мне все-таки кажется, ничего они не покажут. Но я все-таки верил в них. Но состав не поверил и поставил их на третью строчку. Что теперь насчет второй строчки. Я считаю, что все-таки займет Валентия. Максим так же считает. Денис Черышев там просто действительно такая испанская машина собирается. Но зато состав вообще решает, что Валентия займет первую строчку. Это действительно было замечательно. Потому что Валентия становится определенным лидером. Они дошли, если я не ошибаюсь, до полфинала Лиги Европы в прошлом сезоне. Вылетели от лондонского Арсенала. Итак, что насчет Аякса, насчет полуфиналистов, насчет той команды, которая выбила Ювентус, которая выбила Мадрид-Скириал из Лиги Чемпиона в прошлом сезоне. И дошла до полфинала. Где могла и выйти финал. Но Тоттеншем на последних минутах, благодаря голосу голу Лукаса Моуры, они вышли в финал Тоттенха. Но Аякс, я считаю, все-таки займет четвертую строчку. Не хватит им той энергетики, того запала, который у них был в прошлом сезоне. Продали Де Ликта, Де Йонга. Потеряли лидеров своих. И я считаю, что все-таки они вылетят. Максим считает, что Аякс попадет на третью строчку. Попадет в Лигу Европы. Но Аякссал считает, что займут вторую позицию. Насчет Лилия. Максимссал считает, что они вылетят. Я все-таки бы хотел посмотреть на Лиль в Лиге Европы. И посмотреть на этот бой, который для меня лично кажется, будет за третью строчку между Лилем и Аяксом. Лиль потерял Пепе. Но все-таки именно Пепе был из Лиля. И Пепе довел Лиль до чемпионата Франции, до того, чтобы участвовать в Лиге чемпионов. Мне кажется, без Пепе Лиль все-таки может что-то показать. И мы хотим гарантировать себе третью строчку. Мне кажется, было бы логично. Итак, ну что же, а теперь закончили у нас рассуждение о групповом этапе. Теперь мы поговорим про российские клубы. Итак, первым у нас идет на очереди Зенит. Как чемпион, мы поговорим о нем первым. Итак, судя из тех результатов, которые мы дали на прогнозы на групповой этап, можем мы сказать, что Зенит, все мы втроем думаем, что выйдет все-таки в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Я считаю, что все-таки Зенит может показать достойную игру в группе, но не в раунде уже плей-офф. Я видел игру Зенита, я пристально за этим наблюдаю и вижу, что еще не готов, чтобы Зенит, который был чемпионский, все-таки показать достойную свою игру в раунде плей-офф. Так что я считаю, что просто выход из группы, ну а в одной восьмой они вылетят, к сожалению. Максим считает, что до четверть фунала они смогут дойти. Но и такого же мнения, извините, как и я, Фитослав тоже считает, что до одной восьмой линии чемпионов. Идем дальше. Локомотив. Как я уже сказал, когда мы разбирали группу Локомотива, что вылетит просто из Еврокубков. И вот оно, мое решение. Максим поставил, что Локомотив займет третью строчку и решает, что все-таки еще одну стадию, одну шестнадцатую он пройдет, а в одной восьмой лиге Европы они вылетят. Ну а Фитослав решает, что даже дальше пройдет Локомотив в Лиге чемпионов, чем Зенит, до четверть финала. Поговорим про Краснодар, который, к сожалению, вылетел от Олимпиакоса в последнем раунде. Если я не ошибаюсь, в последнем ли это был раунд квалификации в Лиге чемпионов, но попал в Лигу Европы. Я считаю, что все-таки действительно Краснодар это та команда, которую в том году стрельнуло. Они действительно могли дойти намного дальше, но, к сожалению, вылетели. Байер, они отлично играли с Байером. Интересная была игра. Считаю, что до четверть финала они действительно смогут дойти. Максим считает, что до полфинала могут дойти. А вот это все вообще решает, что Краснодар способен дойти до финала Лиги Европы. Итак, теперь мы поговорим снова про столичный клуб. Это ЦСКА. Я считаю, что ЦСКА неплохую форму все-таки набирают. Чао, еще ничего с ним не ясно. Пока что он в распоряжении клуба играет. Но все-таки действительно сам он умалчивает. Но мне кажется, охота ему уже перейти в европейский клуб. И поэтому мне кажется, это будет его последний уже сезон ЦСКА. Так что до 1-8 Лиги Европы, мне кажется, ЦСКА дойдет, так же думает и Максим. Но ЦСКА думает, что дойдет ЦСКА до Лиги Европы, до четверти финала. Именно в этой стадии он и вылетит. Итак, теперь поговорим мы про Лигу Европы. За обладателя Лиги Европы мы можем получить 4 очка, если мы угадаем. Я считаю, что все-таки Манчетти Рюнайтед, которые снова попали в Лигу Европы. Мы помним, как он обыграл Аякс за счетом 2-0 Лиги Европы. Тогда тот гол Пагбы, гол Макхитаряны. Если я не ошибаюсь, этот был финал в мой день рождения. Замечательно так совпало. И Манчетти Рюнайтед сделал мне небольшой такой подарок, выиграли Лигу Европы. Но все-таки тот состав, который сейчас в Манчестере, и когда только пришел туда Пагба, мог все-таки выиграть Лигу Чемпионов именно с тем составом, который был в году 2016-2017 в этом сезоне. Они действительно могли выиграть Лигу Чемпионов. Также думают, что Манчетти Рюнайтед выиграет Лигу Европы. Это состав. Ну, а Максим решает, что Лондонский Арсенал, который проиграл в финале Челси, может все-таки в этом году действительно настроиться и выиграть Лигу Европы. Итак, ну и теперь на вишенка, на этом торте. Про Лигу Чемпионов мы еще не закончили. Сейчас закончим говорить. Обладатели Лиги Чемпионов. За него мы можем получить сразу 5 очков. Итак, я считаю, что все-таки уже теперь немножко отошел от ПСЖ. Я понял, что не такая она машина для разрыва. Тем более там Баппе были, Неймар, но они вылетели уже в 1-8. Лиги Чемпионов в прошлом году. Я считаю, что они выиграют Лигу Чемпионов. От Манчестера они вылетели. Я все-таки в этом году настроен на то, что Барселона обязана взять уже Лигу Чемпионов в прошлом сезоне. Они, к сожалению, вылетели от будущих уже обладателей от Ливерпуля. Тот нереальный камбэк на Энфилде. Но все-таки думаю, попадут с какими-то соперниками чуть-чуть полегче, чем Ливерпуль. Тот именно чемпионский состав. Мне кажется, Барселона выиграет Лигу Чемпионов. Все так же, к своему мнению, держится Максим. Топит за то, что Крещано Роналдо должен выиграть Лигу Европы. Может, действительно, это оговорка будет ведущей. И Ивентус выиграет Лигу Европы в этом сезоне. Но Максим считает, что выиграет Ивентус Лигу Чемпионов. Ну, если это стало, все-таки надеется, что теперь он тоже изменил свое мнение. Я не стал, как в прошлом году говорить, что Бавария выиграет Лигу Чемпионов. Теперь он за чемпиона Англии, за Манчестер Сиди, который действительно может что-то показать. И уже обязаны показывать. Не только у себя в Лиге, выиграя все в Англии, как в прошлом сезоне. Теперь готовы они показать в Европе что-нибудь. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. На наши Инстаграмы. Ссылка будет в описании. С вами был Андрей и канал Футбол. Опять же, до новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok